Субтитры подогнал «Симон» 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 А он сказал папе Папа уже был не так хорош чтобы ехать в Москву навстречу его приглашали Но мама по рыскам в ящике нашла химическим карандашом Он был очень пунктуальный человек написанный, фронтовой вот этот марш Таманской гвардейской дивизии И я им выслал Так что вот А после войны мама не хотела ехать Она уже Она была врачом Она была устроена в Ташкенте Ему были уже друзья И она боялась У нее были такие И от бомбежек очень тяжелые воспоминания от Одессы. Просто они чуть не погибли. Вот эта вся история тянула на то, что не надо, подождем еще. И поэтому моя сестра и я родились там. Вы родились в послевоенное время, насколько я знаю. Росли в Советском Союзе. А что из вот этого периода вашего, детского периода, вот ташкентской жизни вам больше всего или чаще всего вспоминается? Ну, вы знаете, я даже не могу сказать, что это как-то вспоминается. Это всегда со мной. Я провел там довольно значительную часть своей жизни. Там были мои друзья, мои педагоги, моя школа, мой первый вуз, мои девушки, мои подруги, мои друзья. И очень красивый город, живущий очень интенсивной художественной жизнью. Ну, тем более семья была такая, понимаете. Отец преподавал в консерватории, сам выступал с концертами. Играл, сделал записи. У нас бывали в гостях, в ойстрах, Михаил Вайман, который начинал у папы как ученик, Лиза Гиллильс. Очень многие знаменитые музыканты приезжали, Большой театр. Вот. И на всех концертах, на всех таких... Я сам учился в музыкальной школе в детской, при консерватории десятилетки имени Успенского. Тоже по классу скрипки учился, да. Но потом я захотел, я влюбился в футбол. Я сказал родителям, чем, конечно, убил их, что я не буду скрипачом, а буду футболистом. Потом я увлекся физикой и математикой и сказал, что я пойду в физмат-школу. Я поступил в нее. Это была такая очень привилегированная школа. Туда надо было по экзаменам сдавать экзамены очень трудные. Я сдал, прошел и окончил уже физмат-школу, да? Вы уже политехнический институт закончили? Да, да, да. Как же вы стали режиссером? Я был, как сказать... Можно сказать, что легкомысленный молодой человек, то я этим занимался, то тем, то другим. Увлекающийся. Ну, увлекающийся, да. Мне было все интересно. Ну, а потом меня постепенно все-таки втянуло в то, что было связано с моей семьей, с детством, с образованием. Я с детства фактически проводил массу времени в театре. И даже не потому, что отец. Отец там работал очень редко, когда его просил директор театра. Он же одновременно был ректор консерватории, и он его просил. Отец там не играл. Когда приезжали какие-то гости или когда были гастроли в Москву. А так, но это был дом такой, где жили люди, которые работали. Дом искусств. Были люди в театре, работали в разных театрах ташкентских. В консерватории, в училищах. Поэтому я там был, мне там было интересно. Я участвовал в детском хоре, во всех операх. Там, в Борисе Кадунове, в Кармен, где он был. Вот. И в конце концов, я как-то так снова оказался снова в своем детстве. А как родители восприняли вашу работу? Папа положительно, потому что ему казалось все-таки, что он сначала очень гордился, что я буду вот инженером, там, математ, физиком, там, и так далее. Но, а мама была очень рада. Она не хотела, вот, мама доктор, она не хотела, чтобы вот эта богема, вот, вот, не надо. Не надо. Так что, мама, меня мама говорила, не надо. Мама говорила, не надо. Ну как, ну что ты. А отец говорил, поезжай, я буду тебе помогать. Скрипачом не стал. Я очень хотел. Они говорили, что я очень способен. Ну, может быть, вот там ты. Мама подговорила, соседи, у нас были соседи. Он был полковник и жена. И они меня начали говорят, ну что такое? Ну как тебе? Здесь твой дом, здесь у тебя профессия, а ты инженер. Зачем? Куда? Во что? Это, это... Но через 8 лет, когда я получил государственную премию, СССР, тогда еще последнюю, они мне прислали первыми телеграмму. С таким текстом, я его никогда не забуду. Поздравляем с высокой наградой Родины. Понимаете? Так что, вот, вдруг вы... Скажите, пожалуйста, а почему вы стали режиссером именно оперной трубы? Почему вы стали работать именно в оперном театре? Потому что я любил музыку. Очень любил. Я любил оперу, я любил музыку. Я знал много оперной изустью уже в детстве. Не было большего счастья, когда я заболевал, и я мог не ходить в школу. У меня было 2 счастья. Я мог бесконечно читать, я мог поставить пластинку и слушать Марио Ланса, или Марио Дель Монако, или Бенемина Джильи, или Лемешева, или Гмырио, или еще кого-то. Я это любил. Это очень здорово, когда ты можешь заниматься тем, что ты любишь. Да, конечно. А можете ли вы рассказать какие-либо истории, связанные с реакцией на ваши первые постановки? Какие они были? О, ну что вы. Что вы. Моя первая постановка была, когда я еще был студентом. Я был студентом, это был мой диплом. Еще до этого были, но вот дипломный спектакль я ставил в оперной студии Института Гнесинах. Там был такой замечательный заведующий кафедрой оперной подготовки Юрия Аркадьевича Спирански. Это был замечательный человек, очень мне как-то ко мне благоволящий. Впоследствии очень хотел, чтобы я остался в Москве. А я уехал в Екатеринбург. Но он говорил, зачем? Оставайся. Ты будешь работать у нас в институте, будешь ставить спектакль в оперной студии. Я говорю, ну хочется жить в театре. Да какой тебе театр? Ты не знаешь, что тебя там ждет. Какие там были? А здесь молодежь, хорошая. Я говорю, ну хорошо, а где я буду жить? У меня жена, ребенок. У меня на даче. Он мне говорил, ну а сколько я буду жить у вас на даче? Я же должен как-то определиться. Это Юрий Аркадьевич, он очень любил. Он говорил, ты знаешь, нам с тобой так повезло. Я говорю, почему? Он говорит, потому что, что бы ни происходило в нашей непредсказуемой жизни, в нашей стране, в нашем завтра, вчера, сегодня... Евгений Онегин всегда будет начинаться так. Па-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Баб-ба. Он был прав. Онегина пока не меняли. На вступление к Онегину еще никто не посягнул. И первый мой спектакль был там не только «Любовь» Родиона Щедрина. И вдруг перед началом спектакля мне Юрий Аркадьевич говорит, хорошо, что он мне сказал перед началом, а не раньше. Он говорит, я пригласил Щедрина. Я говорю, зачем? Думал, что все это такое ужас. Зачем? А это участвовали в этом студенты. Он говорит, ну как, у тебя классный спектакль? Я говорю, да нет, я все сыро не готова. И потом прибегает моя юная жена и говорит, слушай, приехала Плесецкая на Мерседесе, с ней какой-то мужик. Так я понял, что они в зале и решил, что все, компец, кана. А спектакль действительно был очень молодой, азартный, прошел с огромным успехом, он был счастлив. Они потом пришли на сцену нас всех поздравлять. И он говорит, вот какой должен быть спектакль. Я говорил им в Большом театре, надо молодежь зевать. Зачем вот эти вот там тетки, дядьки? Вы около 20 лет или уже больше являетесь художественным руководителем? Знаете, в ноябре, если мы, так сказать, доживем и все будет нормально, будет 25 лет. 25 лет? Да. Скажите, пожалуйста, как за это время изменился театр ваш? Театр? Что вы записываете себе лично в актив? Ну, много. Я не знаю, могу ли я, так сказать, правильно отвечать на такой вопрос. Наверное, кто-то другой должен говорить это. Потому что 25 лет, даже по сравнению со 100-летней историей театра, которому будет в 2018, в декабре 2018 года, ему исполнится 100 лет. И мы готовимся к этой дате. Уже несколько сезонов я выстраиваю программу постановок таким образом, чтобы во всеоружии подойти к 100-летию. Во-первых, я страшно горжусь, что я являюсь в каком-то смысле наследником по прямой в этом театре. Он всегда был режиссерский. Его действительно организовали Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко. Каждую свою студию, которые в дальнейшем выросли в театре, жили в одном здании, но играли порознь. Но когда не стало Станиславского, через несколько лет театр объединился под крылом Немировича и так дальше и жил. А наследником по прямой, потому что решающие годы потом и одни из лучших периодов этого театра был связан с именем Леонида Васильевича Баратова, который был учеником Немировича. А потом 20 лет руководил театром мой учитель, Лев Дмитриевич Михайлов, который тоже был учеником Баратова, а я его ученик. Так что я считаю, что я такой наследник по прямой и веду театр так, как, мне кажется, могли бы вести его основоположники, все мои предшественники, окажись они в это время. Я стараюсь, чтобы он был художественный, чтобы он не делал глупостей, чтобы его спектакли отличались высоким вкусом, потому что очень много дешевки вокруг нас. Мы живем во времена такого агрессивного доминирования поп-искусства. Не всегда все то, что нравится самым широким массам, является действительно тем, что переживет годы. Поэтому я считаю, что это то, что я стараюсь добиваться, чтобы была высокая планка, чтобы не было дешевки. Я всегда обожал голоса и собираю хорошие голоса. У нас одна из сильнейших трупов России. Я их пестую, холю учу. И вот Хибла, так сказать, одно из украшений этой труппы. Я всегда стараюсь, чтобы в театре все было честно и открыто, и все решалось в естественной конкурентной борьбе. Коль скоро вы заговорили о Хибле, поделитесь своими воспоминаниями и впечатлениями о том периоде, когда Хибла пришла в ваш театр. Какой она была и какой она стала? Она была на пике какого-то своего энтузиазма, такого порожденного, грандиозным успехом в конкурсе. Еще никто из вокалистов никогда не получал гран-при. Но была она пухленькая, толстенькая. И мне казалось, спела она замечательно, но по тому, как она спела, как она выглядела, как она себя вела, я думал, что она, в общем, не предназначена для театра, о чем я ей впрямую и сказал. Я сказал, нет, ну что вы, вам надо похудеть, на сцене должны быть молодые соблазнительные девушки. Момент соблазна, момент эротики, он всегда присущ в театре, а музыкальному театру в особенности, потому что музыкальные произведения, они все про любовь, понимаете? Ну, почти все. Даже в драме нет такого. А опера, она вся про любовь, потому что в основе музыки лежит лирическое чувство, лирическое высказывание. Она ушла. И пришла через год, ее снова привела Евгения Михайловна Арифьева, с которой мы знакомы давным-давно, по Свердловску еще, по Екатеринбургу, которую я бесконечно уважаю и верю. Она и в первый раз ее привела, и второй раз. И я ее не узнал. Во-первых, она сбросила там 20 или больше килограммов, и она стала худенькая, стройная. Я вдруг увидел, что у нее офигенная талия, понимаете, что она юная. Во-вторых, я был поражен не только тем, какая она стала, но и тем, что она это сделала. Я не думал сначала, что ей так хочется в театр. Я был уверен, что она спокойно без него проживет, что она будет иметь огромный успех на концертной эстраде. Я был, надо сказать, изумлен этим. А когда люди совершают такие поступки, они вызывают уважение. Ты понимаешь, что ты имеешь дело с характером. Ну и тогда я сказал, ну хорошо, но только тогда, не толстей. А дальше открылась ее бесконечная сумасшедшая музыкальность. Красота тембра, ровность звучания, неповторимость. Невозможно не узнать ее голос. А постепенно открылась она, научилась. Их раньше по-настоящему не учили, это в консерватории. А что такое актерский труд? Как это все делать через себя, чтобы это было искренне, через себя, через себя. Не просто прилепить к себе чью-то жизнь, а самому войти в эту жизнь. И так возникли первые роли. Была замечательная, отважная, вызывающая такая мюзетта в «Агеме». Это было такое новое поколение артистов, когда явилось в Москве. Оля Гурякова в роли Мимихи, была в роли мюзетты. Ахмед Агади, тенор, в роли партии Рудольфа. Еще ребята там были, и вся Москва побежала смотреть и слушать «Богемы». Вот, ну а дальше было много ролей. Была и Мими потом, была замечательная Одина в любовном напитке, была роскошная. Так она почувствовала жанр оперетты в «Флейдермаусе» летучей мыши. У нее было платье с огромным бантом на попе. И, боже мой, как она почувствовала этот бант и все, что с ним можно делать. И делала это очень озорно, очень пикантно, но при этом не на йоту, не выходя за пределы того, что такое хороший тон. Понимаете? Не моветон. И это так вот ее характеризует сейчас Сандрик, которого я знаю, ну, со второй недели, когда появление мальчика. Он сейчас практику проходил у нас в театре. И там руководитель цеха Саша Геалаури. Я говорю, ну как, Сандрик? Он мне говорит, ну, хороший, он старается. Но воспитан. Но воспитан. Вот это. И вот, когда люди делают оперетту, очень легко перейти на пошлость. Понимаете? Она делала это безупречно. Безупречно. Я сегодня уже говорил несколько раз. У нас есть знаменитый критик в Москве, много лет живущий в Москве, хотя он американец, он пишет для англоязычной прессы критику. Раймонд Сталс такой, пожилой человек. Он мне говорил, когда он был на летучей мыши, и там пела Герзмава, Гурякова, Манистина, «Три звезды». Он говорил, я такого не видел и не слышал нигде. Я видел много летучих мышей. Это «the best». Понимаете? Так что, ну и потом было много разного интересного. Была выдающаяся Лючия. Выдающаяся Лючия Делемермур, которую поставил Адольф Шапира, я его пригласил, чтобы он это сделал для нее. Очень хороший, романтический режиссер. Очень красивый спектакль. Ну, были и многие другие роли, естественно, многое достало петь за рубежом. Ну, и мне периодически, я думал о том, что для нее сделать не просто проходящее, а вот для нее, вот для нее, вот для нее. И вот так возникла Лючия. Потом возникли сказки Гоффмана, чтобы она спела все три роли, что вообще делает один-два человека в мире. Потом я сказал, ну все, будем делать Медею. Ты оттуда родом, ты должна это знать, ты должна это все чувствовать. В Москве хоронили сегодня Фазиля Искандера, большого мастера слова, добрейшей души человека. Сама Хибла называет его «Человечный мой человек». Были ли вы знакомы в жизни? Да, да. Как раз Хибла нас и познакомила. Он приходил к нам в театр. Но, конечно, я с ним познакомился раньше еще, можно сказать, совсем молодым человеком по книжкам. И эти книжки доставили мне бездну радости, потому что много хороших произведений в мировой литературе. Но на самом деле книжек, от которых ты смеешься, ты не можешь остановиться, очень мало. Не многие писатели умеют тебя рассмешить так, чтобы смылось все с твоей души, все твои какие-то беды, огорчения, недовольства собой или кем-то, а вот такой беззаботный смех. И, конечно, когда я читал его книжки, когда я читал «Сандро Ищегеба» или «Созвездие Козлатура», это было просто, понимаете. Я даже ставил потом в ГИТИСе, когда я учился, я в работах со студентами своими, там курс режиссеров и актеров вместе учиться. Режиссеров было 5 человек, а актеров 20. Мы с ними всегда ставим какие-то этюды, отрывки. Я делал этюды по «Сандро Ищегебу» или «Созвездие Козлатура». Вы являетесь обладателем больших премий, наград, званий. Что они для вас значат? Ну, по большому счету, если говорить по какому-то такому практическому счету, это некая помощь в отстаивании каких-то дальнейших шагов и принципов. Ну, вы же видите, все-таки как бы предыдущая жизнь дала какой-то результат, не зря. А по гамбургскому, по большому счету, это только тревожное, беспоко... Не тревожное, а такое беспокоящее из тебя чувство. А что завтра? Надо делать завтра, надо думать про послезавтра. Что мы будем делать через два года? С кем? Кто будет пить это? А что сделать с этим? А что поставить на эту? Вы понимаете, это только обязательство. Это в значительной мере обязательство, чем какие-то вокруг чего можно танцевать. Жизнь удалась. Спасибо большое. Спасибо за это интервью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok